Свято-Труицкому Кафедральному собору в этом году исполняется 267 лет. Здание этой церкви многое пережило. Начиная с 30-х и заканчивая 90-ми годами прошлого века, храм постоянно разрушали. В разные времена тут были и пищекомбинаты, магазины, даже пивная. В 90-м здание в полуразрушенном состоянии вернули церкви. До сих пор тут ведутся реставрационные работы. Два года назад начался период глубокой реконструкции. Храм практически перестроили заново. Остались только косметические моменты. Сам храм изнутри в этот день украшен ветвями березы, а пол заслан свежескошенной травой. Считается, что Троица – фактическое начало лета. Можно заготавливать веники в баню и начинать сенокос. Этот праздник престольный не только для собора, но и для города Барыша. Само же торжество Святой Троицы привязано к Пасхе и отмечается на 50-й день после воскрешения Христова. Как гласит Святое Писание, после вознесения спасителя Солионской горы его ученики вернулись в Иерусалим. И через 10 дней наступил праздник Пятидесятницы. Вместе с апостолами была и Пресвятая Богородица. Находились они в так называемой Сионской горнице, где в свое время Христос совершил последнюю тайную вечерю. Вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. С неба начали спускаться разделяющиеся языки пламени по одному на каждого из апостолов. Это был Святой Дух. Он вселился в учеников Христовых и даровал им возможность проповедовать Слово Божие на всех языках мира. Поэтому День Святой Троицы можно считать началом летоисчисления Церкви Христовой. Как раз в этот день мы с вами вспоминаем, что именно силою Духа Святаго создалась Церковь. Церковь – это не просто вот где-то мы собрались помолиться, но Церковь прежде всего – это некая такая непостась, которая является не только в этой жизни, но и в жизни будущей. Но на этом служба не закончилась. По уставу Православной Церкви в День Святой Троицы сразу после литургии служится вечерняя, колено преклоненное. Больше часа, периодически вставая на колени, верующие вместе с Владыкой Филаретом молились Господу, тем самым показывая Создателю свое особое почитание. По окончании колено преклоненное вечерне священники окропили принесенные прихожанами ветви березы. В соборе вырос настоящий березовый лес. Дмитрий Гурин ведя студию Барышской епархии специально для Унправда ТВ.